Внутренняя ротация руки, наружная ноги, внутренняя ротация ноги, это могут быть гомолатеральные, гетеролатеральные конечности. Но что самое для нас важно? Таких комбинаций может быть огромное множество. Это три, которые описаны чаще всего. Хотя у таких комбинаций может быть огромное множество. Может быть комбинация рука-рука, рука-шея, шея-рука, шея-нога и так далее. К чему это главное? К чему это все очень важно? Что для нас важно? Что если где-то на этой спирали, на этой цепи, произошла какая-то поломка, ну например, травма. Чаще всего травма травмирована, запястье травмировано. Часто там по рукам бьют, когда лезешь, куда не следует, да? Значит, произошла механическая травма по месту прикрепления мышцы, которая является органистом этой спирали. Поэтому вся спираль что делает? Нарушает свое движение. И чем это может быть проявлено? Клинически это может проявиться на любом участке этой спирали. То есть к вам придет пациент, он будет жаловаться на боли в пятке, например. Но, словно, не тискали его пятку, сколько туда не долбали его долотом, и не пришивали к ней всякие лигатуры, толку вы для того что не получите. Потому что причина у этого больного конкретного в другом месте. И вот эту причину надо уметь найти. Когда вы найдете, вы сможете ее устранить на запястье. И пятка пройдет сама, поскольку нормализуется тонус всей спирали, и без каких-то дополнительных механических, энергетических и других затрат, опять касается массовой свободы. И наоборот, если у паруса какая-то травма, скажем, обувь, очень часто некачественная обувь, высокие каблуки, чрезмеры, опять же, что случается с этой спиралью? Эта спираль нарушает свое движение. И как это может быть проявиться? Ну, в первую очередь, это может проявиться в тех местах, где имеются так называемые узлы жесткости. То есть это те места, где эта мышечная спираль прикрепляется к костям. Таких мест жесткости и так уж и много, к счастью, у тех человек. Их всего четыре, которые надо вам запомнить. Первое место – это лобковая кость. Второе место – это крестец. Третье – это грудина. И четвертое – это седьмой шейный позвонок. Это так называемые критические зоны. Почему? Потому что нарушение в любой цепи, хотим мы или не хотим, знаем мы или не знаем, отразится на положении этих четырех ключевых костей. Лобок, крестец, грудина, седьмой шейный. Ну, я не имею в виду, это седьмой шейный локарно. А седьмой шейный плюс шестой, седьмой плюс первой рубой. То есть это вот эта зона. Почему именно эта зона? Потому что здесь перекрещиваются и прикрепляются практически все различные мышечные спирали. Если мы посмотрим на все эти спирали, то увидим, что они, хотим или не хотим, перекрещиваются в этих четырех точках. Поэтому какая бывает ситуация? Человек надел высокие каблуки или наоборот низкие каблуки. Человек что-то держал в руке долгое время, так, мышку, например. Вот, за камериком сидишь мышкой. Что произойдет? Нарушится тонус всей цепи. Нарушится рефлекторный ответ всей цепи. Клинически как это проявится? Это проявится тем местом, где происходит фиксация этой цепи. Это может быть, это нижняя цепь, это будет поясница. Если это верхняя цепь, это будет или грудная клетка, или у него ощущение позвонок. Поэтому этот больной придет к вам, и на что он будет жаловаться? Он будет жаловаться на боль шеи, он будет жаловаться на боль грудной клетки, а не дай его слева эта цепь. То он будет говорить, что у меня болит, грудная клетка слева, и отдает это куды? В левую руку. И он скажет еще вам, что я полгода уже лечусь у кого? У кардиола в одном случае. Но мне полгода делают, я пью там 8 таблеток за день сразу, одномоментно. Ну, не ввозь, не ввозь, ввозь 7. Мне каждые 3-3 недели делают что? Кардиограммы, ну капельницы то само собой, кардиограммы, и на них никакой патологии и динамики шоу. Нет. Нема. Это не так уж, кстати, и редко бывает. Поэтому помнить вот о такой специфической, анатомической и функциональной организации мышечных спиралей мы всегда сами должны. Итак, в основе любого лакомоторного акта, будь то условного, будь то безусловного, но условного будет больше, потому что их больше, они чаще встречаются, лежит функционирование рефлекторной дуги, ну или кольца, как мы говорили, да? Причем существует, из мышц существует два основных вида кольца. Первое кольцо, оно начинается в мышце, от интеррецептора, от проприорецептора интерфузального мышечного лакна, переходит в задние рога и заканчивается в самой мышце. Это, так называемый, прямой биотатический реплет. К чему он приводит? Если мы возьмем и своей ручонкой потискаем эту мышцу, мы раздразним рецептор, пойдет рефлекторный ответ на спинальный уровень, и спинальный уровень приведет ответ на мышцу. И в ответ на наше раздражение мышца как-то отреагирует. Как это будет зависеть от нескольких факторов? От силы, с которой мы воздействуем, от длительности, это потом. Ну, отреагирует мышца. И вторая группа, когда мы воздействуем не на мышцу, а мы воздействуем на сухожильный аппарат, окончание мышцы. Именно здесь находится сухожильный аппарат Годжи, здесь находится огромное количество рецепторов. И когда мы начнем тискать не саму мышцу, а место ее прикрепления, это очень важный момент, который мы должны запомнить, что мануальное воздействие мы можем подвергать или саму мышцу ее брюшка, или подвергать ее места прикрепления. Если мы начнем действовать на места прикрепления этой мышцы, то опять же сработает рефлекс, но уже обратный методический. И в чем будет его обратное? Что среагирует не эта мышца, тут немножко неправильно нарисована она схема, поскольку тут по идее надо нарисовать еще одну мышцу, и отреагирует антагонист. Антагонист отреагирует. То есть здесь немножко, но тем не менее понять можно, что раздражая места прикрепления одной мышцы, мы воздействуем не на эту мышцу, а на нее антагониста. Так называемое реципрокное взаимоотношение. Но об этом еще позже поговорим. Скорость рефлекторного ответа различна и зависит от многих факторов. Она зависит прежде всего по каким волокам идет это раздражение. Есть быстрое медленное волокам, есть медленное. Она зависит от начального функционального состояния организма. Ну, например, если организм утонлен, то скорость рефлектора будет какой? Меньше. Если организм находится в состоянии, ну скажем, интоксикации. Ну, например, алкогольной. С модерна на хрустанье. Ну да. Ну, если интоксикация, это уже, кстати, это уже много. Не, ну даже 50 грамм тоже интоксикация. Это же не принесенные препараты. Ну, хорошо. То есть, опять же, от дозы еще будет. Не только там, от количества этого, и так далее. То есть, таких факторов очень много. Но, опять же, мы должны с вами помнить, что мышца никогда не работает как? Сама. Как правило, существуют многочисленные, выработанные в результате воспитания, образования, взаимосвязи, цепи. Самая такая, частая, самая, ну, типичная для человека, это механизм походки. Когда мы двигаем левой ногой, у нас непроисвольно двигается что? Правое плечо. Да? То есть, когда мы идем, у нас левая нога пошла вперед, правая нога пошла вперед. То есть, это идет, так называемый, шаговый механизм взаимоотношения, синкелезия. То есть, таких синкелезий много. Эти синкелезии вырабатываются в процессе воспитания. То есть, они не генетически запрограммированы. Вот сазания — это генетически запрограммированные механизмы двигательные. А вот ходьба, письмо, почек, игра на музыкальных инструментах. Ну, что еще? Осанка — это все нарабатывается путем воспитания. И, прежде всего, двигательного воспитания. А если это воспитание было каким-то ущербным, в каком-то возрасте, ну, детском, то во взрослом возрасте взаимоотношения вот этих вот механизмов будет каким? Ну, каким-то не таким, как надо. Так. Флазические мышечные группы склонны к гипотонусу, а тонические — к гипертонусу. Ну, это эволюционно их выработанное механизм защиты. То есть, флазическая мышца быстро что делает? Истощается и становится гипотоничной. А тоническая, если она раздражается часто, то она становится гипертоничной. Ну, это цитируется по корону. Это, значит, мы... Какие наиболее частые флазические мышцы, динамические, которые приходят в состояние гипотонии? Их, конечно, больше, чем здесь перечислено, но я все это озвучу, и вы запишите те мышцы, о которых мы всегда должны с вами помнить. Ягодичные, прямые косые мышцы живота, малоберцовые, передние больше берцовые, средние и нижние порции трапециевидной мышцы, ромболидные, зубчатые, надосные и подосные, дельтовидные, глубокие сгибатели шеи, разгибатели верхних конечностей. Ну, еще раз, менее надо. То есть, записывать особенно не надо. Тут надо понять смысл. Флазические мышцы. То есть, это те мышцы, которые выполняют быстрые, динамические движения. Как правило, это мышцы верхних конечностей шеи. Понятно, да? Ну, пожалуй, вот исключение, это ягодичные мышцы. И косые мышцы живота. То есть, это мышцы, выполняющие быстрые и динамические движения. Они быстро устают. И нахуй состоят в гипотонусе. Пастуральные мышцы. Это мышцы, которые обеспечивают что? вертикализацию тела человека. А можно мы допишем? Ой, ребят. А металлички есть? Нет. Так что-то надо как-то запомнить быстро. Ну, подбавьте поток. Иначе мы сегодня не закончим. Тема материала очень много. Значит, пастуральные мышцы. Это те мышцы, которые обеспечивают прямо стояние. Их, опять же, не так уж много. Но от них надо знать всех в лицо. Это воздушно-поясничные мышцы. Прямые мышцы бедра. Квадратные поясничные. Мышцы пристелочной и статовой мускулатуры. Пришевидные, отводящие и так далее. Запирательные. Пристелочная мускулатура. Широчайшие мышцы спины. Сгибатели верхних конечностей. И верхние порции трапециевидной и грудинно-крутично-состоянной мышцы. Ну, понимаете, в чем дело? Запоминать? Ну, надо, конечно, запоминать. Раз вы за это дело взялись гнилое. Но это надо понимать. Поэтому я бы не хотел, чтобы мы сейчас диктант делали. Сейчас вот сели и начали диктовать друг другу какие мышцы. Для примера я сказал. Вон камера, она записывает. Потом все это можно воспроизвести. А, не туда. Так. Что для нас с вами важно? То есть, какие мышцы? Ну, это не принципиально, ребята. То есть, я не хочу сказать, что вот вы должны там все эти мышцы. Ну, должны. Если вы взялись за это дело, то вы должны не позвонки вправлять, а работать, прежде всего, с мышцами. Но главное не работать с мышцами так, в загаре, а иметь представление. А почему это так? Потому что любое движение может быть пассивным и каким? И активным. И в любом, и в том, и в другом случае это движение должно регулироваться. Кто регулирует это движение? Центральная нервная система. Понятно? Как она происходит? Активное движение регулируется какой частью центральной нервной системы? Король. А пассивное движение регулируется, пассивный тонус регулируется какой частью? Экстрапирамидная. То есть, пирамидная и экстрапирамидная системы. Если не срабатывает пирамидная система, что будет с мышцей? Пирамидная, если не срабатывает. Она будет гипертонусом. Гипертонусом. Кора не срабатывает. Кора обладает тормозящим эффектом. Если она не срабатывает, тормозящего эффекта нет, развивается что? Гипертонус. Если не срабатывает подкорка, то доминирует гора и развивается гипертонус. Понятно, да? То есть, если вы не запомнили эти названия тех мышц, да бог с ним, это не самое главное в этой жизни. Значит, важно понять главный принцип, что если мышца работает нормально, то и проблем у нашего пациента, не только одна мышца, мышечная спираль работает нормально, то и проблем не будет. Если эта проблема появляется, то она в первую очередь связана с нарушением регуляции активного и пассивного мышечного сокращения. В то время, когда считалось, что мануальный терапевт должен работать с гипертоничной напряженной мышцей. Закроется мне. Почему? Ну, тут чисто, кстати, бытовое объяснение. Потому что больной приходил и жаловался на что? На боль. Боль, как правило, возникала в каких местах? В местах спазмированных, напряженных, зажатых, деформированных рецепторов, да? То есть, это была боль. И, конечно, мануальный терапевт считал своим долгом взять это больное место и что сделал? Размять. Ну, потискать его как-то там, размять, растереть, там, надавить. Больной при этом что издавал? Звуки. Характерные звуки, слова какие-то там находил, идущие прямо из глубины души. То есть, это было такое дело. Ну, некоторые школы, некоторые авторы до сих пор продолжают настаивать, что вот надо обработать. Но есть другие авторы, которые говорят, что, ребята, ведь в организме все взаимно что? Связано. Поэтому, если в одном месте гипертонус, то в другом месте будет торможение, гипертонус. Причем, учитывая, что мышцы находятся в антагонистических отношениях, такие явления встречаются практически на любом уровне, в любой структуре. И на голове, и на руках, и на пояснице, и на ногах. Поэтому, для того, чтобы добиться, ну, скажем, релаксации гипертоничной мышцы, болезненной мышцы, не надо отхватать эту мышцу. Можно схватить за что? За ее антагониста. Помните, мы говорили о суходжинном аппарате Гольджи? А об обратном миотатическом рефлексе. То есть, раздражая антагонист, мы вызываем поток импульсов, которые воздействуют на моторные зоны агониста. И он что делает? И он ослабляется сам собой. Но чего отличается работа со спазмированной мышцей с работой от мышцы состояния гипотонии? Она отличается комфортом процедуры. Больной при этом что? Не испытывает. Не орет, он не испытывает какие-то неправильные ощущения и так далее. Ну, может быть, конечно, я понимаю, что есть определенная доля мануальных терапевтов, которые, ну, как бы, показать, кто они такие. И, знаете, как говорилось так, Бенкер. Подзащитного надо приучить к мысли, что с деньгами ему придется расстаться. Поэтому многие мануальные терапевты любят работать с гипертоничными мышцами. Потому что о том, что надо расстаться, больной понимает в этом случае что? Гораздо быстрее понимает, да? Чем когда работают с расслабленными мышцами. Но, тем не менее, комфорт процедуры, а самое главное, затраты, механические затраты самого мануального терапевта при работе на торможении будут гораздо меньше. То есть наша задача не просто помочь больному, а при этом еще не убрать, не убрать корову. Терапевт. Самого себя. Поэтому работа с затраты морженными, с гипертоничными мышцами на сегодняшний день является, ну, казалось бы, я не скажу, что это новое направление. Все новое, это хорошо забытое старое. То есть такие техники существовали испокон веков, мы о них будем говорить. Но на сегодняшний день эти техники испытывают свое второе рождение, поскольку, ну, работать только на гипертоничных, спазмированных, болезненных мышцах, это уже, ну, не тот уровень. Мы будем вспоминать вот этот механизм торможения. То есть, работая с антиагонистом, мы добиваемся торможения органистов. Это нормально. Буквально пару слов о чувствительности. Ну, почему пару? Потому что тут можно говорить много и долго. Нам нужно помнить только одно с вами. Такое глобальное. Что вся чувствительность, которая идет с периферии, с кожных покровов, с мышц, со связок, с капсулы суставов, она проходит по специфическим чувствительным путям. И все это аккумулируется где? В дальнямусе. Зрительный бугор. И уже зрительный бугор решает, куда этот импульс направить. Здесь показано, что он направлен в кору. Ну, да. То есть, какая-то часть импульсов действительно направляется в кору. Но большая часть, процентов 80, процентов 20 поступает в кору, а процентов 80, она направляется в другие структуры головного мозга. То ли это мозжечок, то ли это какие-то ядра подкорковые в образовании, то ли это просто, наверное, ретикулярная формация. То ли это замыкается и отправляется обратно вниз, обратно вниз. Но, тем не менее, Талямус для нас с вами, это будет весьма уважаемый всеми нами, ну, как бы, участник этого процесса. Образно некоторые авторы сравнивают Талямус со швейцаром. Вот, шикарный ресторан, у двери стоит шикарный, разодетый, в ливере, швейцар. В ресторан заходит, ну, скажем, два человека в час. Причем, когда этот человек заходит в дверь, швейцар проводит фейс-контроль. Какая задача швейцара при фейс-контроле? Чтобы не пустить шпану в ресторан, и чтобы те, кто заходил, имели при себе что? Средства. Средства для расплаты. То есть у него есть специальные какие-то там критерии, по которым он оценивает, вот, кого пускать, кого не пускать. Но представьте себе, что вдруг, по каким-то причинам, в этот ресторан стали идти не два человека в час, а 200 человек в час. Ну, я не знаю, там, реклама какая-то пошла, не знаю, что. Может быть, там, сахар подорожал, ну, не знаю, ну, неважно какая. То есть, какая-то экстраординарная ситуация возникла. И тогда, как вы думаете, швейцару легко будет определить? Ведь у него задача-то нет. Он может ошибиться, когда проходит не два, а 200 человек? Может, конечно. И, конечно, велика вероятность, что из тех 200, которых он пропустил, окажутся какие-нибудь, пардон, нехорошие люди, которые начнут, ну, там, красть ложки со стола, там, бить посуду и так далее. Ну, неважно, что. То есть, это самое. То есть, вот так же и талямус. Вот по такому же принципу, вот когда мы говорим о талямусе, вспоминаете, швейцар работает и талямус. То есть, опять же, в головах, например, темный, мы с вами это уже, кстати, выяснили. Поэтому о работе талямуса мы можем судить вот по таким вот поэтическим образом. То есть, задача талямуса из всего многообразия приходящей информации по зрительным, тактильным, слуховым и другим-другим-другим путям выбрать ту информацию, которая наиболее жизненно необходима. Или ту, скажем по-другому, которая угрожает жизни вот этого индивидуума. Как он это делает? Ну, мы можем только догадываться. Есть вариант, что это по силе сигнала. Есть вариант, ну, разное тут мнение ученых, что это делается по локализации, откуда пришел этот сигнал. Есть вариант, что это по частоте раздражения, то есть по апритуде. Ну, в общем, это для нас не принципиально. Главное, что если по чувствительным путям приходит необходимое, нужное количество афферентной информации к талямусу, то он работает как? Хорошо. Но как только начинает, скажем так, эта информация или уменьшаться, или увеличиваться, талямус что делает? Теряется, а он не знает, что ему делать дальше. К чему это приводит? Это приводит, что та информация, которая из талямуса поступает на корковый отдел анализатора чувствительности, это, как правило, предцентрально извилина, да, предцентрально извилина, ну, в голове, так? Где разные участки тела человека на этой извилины представлены по-разному. Вот такой вот хомункул, пожалуй, наверное, известен всем. Он есть в любом учебнике по неврологии. Но выводы почему-то, тактора, которые на него смотрят, совершенно не делают. А о чем здесь говорит? О чем вот этот хомункул говорит? Что информация, которая поступает, скажем, от спины ног, вот она представлена, я занимаю только мизерную небольшую... А тут представлена информация о ги, лице и языке, ну, иногда гипертрофия, да, да, лицо, губы. Че? Вот. Здесь эта информация наиболее, наиболее существенная. По-своему чувству, ну, если я там, ну, там, в бихах, или так, искать, то это гораздо больше информации приходит из поясничного. Я почему говорю? Да, и к тому, если вы слышите, что, если я проходил не напрямую, а противный путь тебя, то есть совершаю какие-то еще вот заходы. И другие структики. Переключили, потому что это многотысячные коллег, которые все это переключают, и в итоге это так и так как. К чему я говорю? Очень важно, о котором мы должны понимать. Если к нам пришел ЦР и говорит, у меня поясница, то есть 10 процентов, что действительно у него поясница. То есть, шанс, как много людей, что действительно у него поясница. Больше всего, это может быть проблема, находиться в совершенном месте, ну, наживательно легко. Почему мышцы? Потому что мышцы 40 центов от всей чувствительности рецепторного аппарата. Это так. Или могут быть проблемы микростропа, в личности. Стопла больше занимает, чем поясница. Поэтому, вот, такое поведительство, кого в действительности, надо вспомнить, не всегда жалово указано на причину, с которой нам, на работу. То есть, больной говорит о том, что для него поясница сам есть еще дорогое и нужно. Мы с вами работаем с этим больным, мы помните, это вагон. И, ну, потом мы это будем биться, как это делать, будет удовлетворение чувствительности и дух. Что очень, к сожалению, это в день. Локализация жального, организация вечного раздражения совпадает. Очень важно, которое вспомнили. Почему? Нас учили, где-то, там и лечим. А, болится, давай в блокаду. Блокаду, болит. Ну, а, там, еще болит. Ну, тогда вот здесь, ну, и мы что сделаем? Курирование. Или там, пронуаем ту же поясницу. Всегда так. Тут про поясницу, но не в пояснице. Модорно. То есть, когда информация, как каким-то образом ее термом работать, кора, причем, ответ решение. И опять, уже поздно извили. Дальше, он находится в больших полушариях. Ну, вот это вот центральная, вот красненькая, это поздно. Вот они, вот, конечно, вот это, синенькая. Очень названная, это модорная. А так вот, когда кора принимает решение, вещество веток, пинных путей, как это, бецер, в больших полушариях, оно так, нервно. И вот, уже хоман, немножко надо, лицо, рука, основной, язык, шея, чуть-чуть, ноги там, что-то там, вот, пояснили. То есть, двигальная реакция со стороны центральной системы, какое-то поступление информации, может быть, совершенно непредсказуемо. Может быть, мимические проблемы, это могут быть техниками, хотя начало все было от рецептурного аппарата. Ну, это те же пути, только нисходящие, длительные пути. А также проводят через тонус и спину. Ну, мы об этом уже поговорим. Попал спиной мозг, импульс. Затемляется периферичным нервом, который идет метамин-организацию. Что это делать? Обычно метамин-организацию просят представить кончатого червя, дождевого червя. То есть, вот он, и метаприс, но тело поняло, что на все элементы такие, причем к сегменту нервировано, как червя. Само, с этим мы возьмем оплату, и этого червя подогреваем на, там, 20 кусок, только этот кусок сможет жить и радоваться жизни, как? Самостоятельно. Без проблем. Для этого не будет что? Поехали. Вот так же предлагают представить и человеческое органическое тело. Что человек обменяет на ну вот первого такого червя, то есть это позвоночный спиной мозг, который разделен на 32-35 сегментов, причем каждый сегмент нервирует спинами, спинно-возовые нервы определенную зону. Если пристать эту зону человеком, мы пристали вот телевняшку, да, вот. Человек в телевняшке. То есть, как бы разделен на эти сегменты, которые нервируются к элементам. Очень условно, это очень примитивно и это малопрограммное такое сравнение. Потому что вы должны помнить, что каждый сегмент нервирует не только сегмент, но и два. выше и ниже. Поэтому малопрограммное с дождевым червем здесь не подходит. Но тем не менее, грубая прикид от дождевого червя, ну, это как бы вот для этого класса средней школы это вполне нормально. Но возникает другой вопрос, что да, телевняшка телевняшкой, но это телевняшка только на козы. А у нас кроме кожи из метамера инновируется сплянхнутым помешнутым нервным мышцам склеотом то бишь кости и так далее. И вот как раз вот здесь покажем милотом. Вот полынка, да? Вот здесь покажем дерматом, а здесь покажем милотом. И видим, что картинки остались какие? Разные. Разные картинки. А если мы сюда добавим склеротом, просто я нашел доступный меняется литературе, ну, виртуально можно представить. Добавим сюда еще двадцать склеротом, то еще гангфотом, то все четыре картинки оказывают какими? Разными мягчатся. Поэтому при этом аналогии с дождевым черепом к человеку обвинять, что нельзя. Но принцип, да, ну, принцип для обучения главнаяница. Для чего это важно? Опять это важно. Если к нам пришел больной и показывает пальцем, что у меня болит тут, это совершенно значит, что у него болит тут. Очень может быть, что это так называемое метамерное отражение боли. То есть он показывает анодерматомию, а склеротом или мио, то можно оказаться где? В другом. Но я вам приду просто такой вот обывательский, наиболее частый в жизни пример. Есть такая мусс, литиз, пускай будет притизм здоровья, хотя можно другого. Это шерсть и мышца спины. Начинается она от крестца. Но это не мышца спины. Вот она хоть и называется мышца спины, но в спине она никакого отношения шута. Не имеет. Это мышца шеи. Вообще. Она ингравируется из третьего, четвертого шейного сегмента позвоночника. Анально она зародилась как производная шага дуги. И в процессе своего развития регионального каждый человек начинает дуга к кресту и крепляется к кресту. То есть это мышца не мышца туловища, не мышца позвоночника. Она тут просто вот так получается, что она тут прикрепилась. Представьте. Но ингравируется и краснежается и отправляется она из шейного отдела позвоночника. Итак, пришел к вам больной и показывает на крестец и говорит, вы берете свои ручонки, чупаете крестец и видите, что действительно место прикрепления широчей мышцы спины какое-то не такое. Какое мы будем учить? То есть у вас есть проблема с широчей мышцей спины. Но вы вспомните что она отрекируется не из креста, а из шеи. Поэтому что этому больному с этой болью помочь вы должны ручонки оттискать что ему? Шею. Но ведь может быть и народ приходит больной и говорит ребята у меня болит шея. Проводите какие-то диагностики и вы выясняете что боли связаны с наличием определенных нарушений и став прилимливаем мускулитизму спины сообщающего спины. Чтобы помочь голубот с болями в шее его надо нежно попозошел. Закрестец А он говорит она она говорит доктор ну вы же маньяк у тебя 20 лет болит шейным мостом с андрозом ну к примеру да болит до 20 лет дронологики там с коринтоном и так далее прочей радостью у меня 20 пассажиры что воротниковую зону лучше да и вдруг обделя внимание мои вверх есть так вдруг закрестец тазовые гости ну я смысл в этом есть поскольку разогранное строение организма человек и подъем термотома и висаротома приводит к тому что очень часто ну так жалобой больной не то что вы его не должны с другой стороны ну о том о чем я говорил что один уровень спидного мозга что у него спидной мозг куда он мирует кожу где куда это да он энергии мышцы миотон анригию кост и он кусочек но опять же мышцы иннервируют отдельной часть нервной системы, а внутренний орган иннервируется как отдельных. Это условно представление. Нервная система единая. Но в целях лучшего определения нашего буквы мышц, то что происходит с нервной системой, мы условно делим амиктотирует физическую. Если вы на каком-то уровне иннервации, скажем, нормальном, напекаемом уровне, то разные отделы системы, то ли самоческая, то ли элитативная, то ли парасиферская, то ли какая-то. По-разному. И клинические это будут опять же иметь свои разные клинические характеристики. Мы об этом говорим более подробно, когда будем о клинии говорить, но сейчас вспомним о том, что центрами симпатической иннервации разорвляются и пограниц твотически от с двойного шейного до второго поясничного разорваются, а центрами вегетативной иннервации ядных не в девятой стаденовская пара и в кис. И, опять же, поясний толщинник 108. Ну, мы уже говорили, я просто еще раз спросил, что зоны холина это, это нервное проявление, нервные иннервации, но не дерма. А зоны вегетовича это самое проявление, только на уровне дма. А на миотома, миотома, зоны излеза, хотя клинические, они, но проявляют у себя постоянно, поразно. Ну, вот так мы могли видеть в учебниках такую картину реплец, зоны за ракетом. А если мы к этим лесам добыть сунки, расставаться, и мы его использовали, то есть, есть жесть справа, то мышцы с ним, а сатиноз, это подколенность, и это как мускули телос. Поэтому, какая бы больная, что ужалится? С коленом же. И вы огромным овствием ели на телевизор, водите на квартиру, насколько дальше дай, думай, ну давай аплелируем. Ну а куда тебя болеть? Давай. Оказывается, проблема в колене. Часто я не скажу, я статистикой Магедонич занимался, был в репрессионах. Американ, которые идею развили, они себя статику любили. Поэтому я не статистически верно с этого. Потому что, да, часто, больного ротолина, и чтобы набрать его злоба правого, достать его правой рукой. Пощупайте правую, да, пощупайте правое подлинное. Если он, например, на что-то здравое, то оставьте свои суставы, видите свои... Ну, будет как это делать. То есть просто вы правой рефлю, раздействуя переднюю бутенку в злобную шосну, вы улучшаете нервографику, улучшаете отток, снимаете ременье, жопу в колене шоу, так как можно. Ну, а кого-то будет некуда. Ну, это... НОЦЭЦ. Мы уже говорили, я могу понять, в конце проску, что раздрая воскрешение, где болит специфящей, носит НОЦЭЦ. Как правило, НОЦЭЦ вот в блюх поднимают, принимают, ну, скоро крова. Но это нам не должно, что... А первым, говорит, Майс, я выкнул девочку в какой-то гид, что он этого кто сделает. Что он сделал? Задачивала. Я говорю, что возник, ну, как... Что раздражение каких-то участков кожи воспроизводит, это не совсем правильно. Кожа ставит, как тормозаг, процентов 3 фаз. Все остальные, высшие фазы, мы говорим. Поэтому, если у кого-то что-то болит, то это будет не кожа. 30%, да. Все равно будет, что нам пора составить мышную структуру. Это могут быть молочки сосудов, нервов, бронхианного дерева, и так далее. Это будет креция и так далее. То есть, чина бронидрома не всегда в поверхности человека. Выделяют личную боль, не говорим, когда разговариваются в спецте, считают специфические, и элитическая ракция. Личная боль, да, раздражает этот порог в несколько больше, чем в обычном виде. Но, самое интересное, от той излеча появляется реакция норциции у человека. Тут же начинаются рецепции, то есть противовая реакция, которая зависла в следующее. Это естественно известно, и от этих реакций гораздо больше. В первую очередь включается воротный контроль, даваемый при помощи акционной ремешины в сердце. Ну, короче. Спиномозг в задних шкафах и в сердце нервы, при раздражении которых блокируют вступление пульсов по задним корешам. То есть, таким образом, чем не болит, тем не закрывается вага, по которым будет им поступать в спинный мозг. Отзывание воротный контроль. Второй вариант, это называемая реализация биоэнергетных систем мозга, кефали и так далее. То есть, чем громче болит, больше орудных горбонов выдают гипоталяму. Мы помним, что гипоталямус жил по соседу с кем? Талямуса. А талямус и царты где? В воротах. Вот если в воротах декает лавка, то первое, что делает бойцар, он дает сигнал гипоталямусу. И тот начинает струберфактический приворот, что? Одинное нейропейдное. Это хоп. Конечно, это хоп. Это естественная защитная реализация организма. Плюс сюда можно ноцисепцию добавить, так называемую систему трибовых гормонов. Из них это пастогландит, поли-пат, черная субстанция, далее. Есть такая группа гормонов. На уровне ткани, на грани, большиеся воздействия, возникает изменение химизма, составляющего обеспечивают ноцисепцию. Еще один, четвертый вариант, который, ну, советцы, говорим, не очень, поскольку, ну, были долгие были прибыли все ленинские, и об этом было не принято, говорит, так называемая система электромагнитного миостаза. То есть это система гипоталейных полей внутри человека, ну, вот то, что называется, вот, религией, там, душой, там, йогой, это называемой, или, там, праной, понимаете? То есть это вот те взаимоотношения на уровне магнит-связи клеток, и клетка, это партнерика. Там есть плюсы, есть, если юс и есть плюс, есть движение потенциалов, да? И потенциал будет индукцией термагнитного поля, согласно закону слава, да? То есть это физически закономерно. Раз, если есть, на самом деле, будет ориенция на измене термагнитных свойств камень. То есть об этом сейчас все больше и говорят, но поскольку, скажем так, учебники, о которых учатся доктора в сегодняшнем времени, в советские времена, как раз в нашей песочнице об этих явлениях как-то принято больше умалчать. Хотя, тем не менее, хотя, вот, ну, я не могу сказать, что это только с электромагнитной гипоталейной гипоталейной гипоталейной, и, как раз, прежде всего, это держание постоянства среды, электромагнитной среды организма. Только химической, но и электромагнитной. Так что, ну, перечень я думаю, в принципе, можно ее расширить. Как возникает побеждающее действие. Неважно ли это, на коже, в мышце, или еще где-то. Возникает ответная реакция в виде раздражения, там, специфических, не специфических, это, изменяется активность центральной нервной системы и периферической, прежде всего, периферической, прежде всего, истативного отдела. Возникает сегментарный ответ какой-то, расширение сосудов, например, оборудование. То есть, это уже от того, к локализации. И возникает какой-то, ну, гуртальный электромагнит. И механический ответ. В виде мышечного спазма, то ли в виде каких-то интерсакуратонных изменений, которые, опять же, накладываются на вжидающие действия, и таким образом круг, что-то, завыкается. И разорвать вот такой круг, это не только в спине, ну, просто вот взят, поскольку, ну, в загаде можно так рассматривать. Возникает некий патологический замкнут рук, разорвать который сам организм и сам больной, что уже не в состоянии. И вот тогда этот больной придет к кому? К врачу, ну, неозаконно, надо прийти к, там, терапевту, хирургу и так далее. И уже врач в силу своей специфики мышления клинической, специфики его практики, он будет воздействовать на разные участки вот этого вот кольца. То есть кто-то будет делать блокаду, блокируя там на каком-то уровне, кто-то будет массаж, тискать мышцы, допустим, кто-то будет там еще что-то, там, гипноз и так далее. Ну, это, или там, фармпрепарат означать, ну, это уже делать. В патогенезе любых болевых ощущений мы можем выделять нейроэффектурный, губоральный и механизм лекомагнитного гомеострала. Ну, мы в этом вчера были, но просто уже в видимости здесь, я скажу, что компрессия корешка или нервного ствола боли не дает. То есть обычно, вот в море есть такая хохма, что вот диск выпал, корешок сдавил, и нерв ущемился и болит. Это неправильно. Дело в том, что и корешок, и нервный ствол сайного футляра, рецепторов в себе шоу не содержат, там только проводники. Поэтому болеть там шоу нечему. Поэтому компрессия, чистая механическая корешка и любого нервного ствола не дает. Возникает выпадение видов чувствительности всех, по-другому глубоких и сложных, и моторных функций выпадения. То есть синдром неврологического выпадения. Бои при этом не бывают. Боль возникает уже при другом. Если этот корешок, ну например, если корешок окружил микокурой из твердой мозговой оболочки, твердая мозговая оболочка это фасция, плотная, да, она пронизана чем-то рецепторами. И если возникает компрессия, скажем, выплачиваем, структурным, ну секрестрированным участком нублюскульпозус раздражения дуроматор твердой мозговой оболочки, то боль возникает не из-за компрессии корешка, а из-за раздражения твердой мозговой оболочки. Это разные принципиальные вещи. Потому что если компрессия корешка, это одна тактика лечения, если это растяжение, перепрут, или также раздражение твердой мозговой оболочки, это совершенно другая лечебная. Об этом будем говорить. Если возникает компрессия, скажем, нервная мозговая, то опять же на уровне, где она возникает? Чаще всего нервный ствол грандируется в позвоночнике. По словам, мы говорим в этом занятии, что градиент давления в среднем комплексе позвоночника какой? Минимальный. Максимум в переднем и заднем, он минимальный. Но вероятность компрессии на этом уровне, она небольшая. Чаще всего компрессия нервного ствола происходит в межмышечном пространстве, поскольку мыши могут во время гипертрофироваться настолько при нагрузке, что могут флинировать все эти нервные стволы где-то так. В основном, это тоннельные эмбромы, как мы говорили вчера. И же это объект спинозга, а имеется конский хвост. Кышки конского хвоста, они бежны, они тоненькие, подвижные, облечены, покрыты твердой мозговой оболончикой. И на прямом коне, ну это чисто технически возможно. Мы об этом говорили, поскольку крышок проходит по верхнему краю позвоночного отверстия, межпозвоночного отверстия, а проливные грыжи и так далее происходят по нижнему краю. То есть в пространстве эти вещи, они как-то не совсем совместимы. Дистрофические изменения в позвоночнике, как правило, аттестируются возрастом, второе время болевые синдромы с возрастом, что делают? То есть если бы дистрофические изменения в позвоночнике были причин всего программа амикулита, дискогена каких-то кондиктов, то мы бы имели свойство увеличения этой группы больных. А свойство вот этой группы больных как раз уменьшается. Поэтому сейчас считаю, что дистрофические изменения в позвоночнике организм – это естественный компенсаторно-приспособительный рефлекс. И бороться с ним, с ним, например, оперативными, какими-то активными, фармагическими процессами, вот знаете, там есть эти препараты хряща, вот, ну, это, ну, кто дед? Возвращение. Ну, нет, ну, это, скажем, мы, по-моему, разбираем, что даже лотеризация, скажем, диска, даже ППИ, например, она ускоряет процесс вцелания структуры. То есть это хорошо? Это ускоряет. Это хорошо. То есть, естественный процесс идет 2-3 года, ну, 5 лет иногда, а оно ускоряется до 2-3 недели. В другом же, когда 2-3 года, то рубец сформируется полноценный, зрелый, прочный, и он механически способен защитить ткань. А где он сформировался? Сформируется в 2-3 недели, причем он формируется в положении. В условиях ограничения физической нагрузки. Ведь после этого мой больной что делает? Он 5 недель лежит, даже выписан. Но все равно приедет домой, в горяде рожьет. Я пропелил, я больной. У меня на дачу нельзя, катошку копать, что нельзя, что нельзя, ну, и все. То есть, даже если вы, как говорили, что нужно терапию, это, ЛСА нужно на москву, правильно. Но клетка в голове уже что? Не состоится. И вот он никак не вытащишь. Поэтому рубец, который берется в результате отеза, он не физиологичный. И как только пациент, там, в 2 месяца приступает к своему больной нагрузке, этот рубец что делает? Ну, декорбирует. И он разрушил. Он не в состоянии обеспечить биомеханическую фиксацию структуры, где он сформировал. Поговорим о феномене тримой боли. Это очень интересный феномен, который написан в Трэмол, лет назад. Но, к сожалению, у которого тех пор, когда совет, здорово, остался тайной за силу печали. Есть, когда Джулия Таук, веленый язык, веленый язык, мифоральные боли. По-моему, он называется. Трэмол и Симмонс, Симмонс, что-то хировал, она стал пакт. По-российски, по-советски, так, оно анонимное медицинское образование, как считалось. Хотя, очень глубокая тетка, и вот чему начинаю ее книжку. Ну вот, знаете, такое мероприятие, как охота? Да. Да. Ну вот, представьте себе, идет охотник, пульс, или там, болот, возле ноги бака, бежит, на рнах, плече ружу, и вдруг из кустов утка. Он вода это ружу, прицелился, болтал, нажал на крючок, крючок спустил, бальон, капсуле валил, заялся парковой заряд, порог, потом пыш, пыш, полег, полкнул дрог, дрог полетела в руку. Утка рано и упала в грязю, собака рано и убежала в грязю, платила в утку, привез в охотнику, охотник привез домой к жене, жена подошли к друзьям, но из кустыни даже не пришли. И вот он сидит, выпивает, вспоминает в утку и так далее. Классная картина. Ну, мог бы дать осечку? Мог. Мог творный ведь? Мог. Мог пышь там, не только тут дрог. Мог. Могла бы не пасть в утку? Мог. Могла бы раненая собака или собака сожрать? Могла бы завтра спать. Могли друзья не пойти? Могли. Если могли? Нет. Это же дело с этого. Короче, он мог прийти домой, разумаживать в утку, ему. Мы знаем, с чего все осталось. Но, чем это может что-то закончиться? А началась все урка. Триггер. Аналитский корок. Поэтому что такое треонетригерные боли? Это мы знаем, откуда это все начинается, но мы не знаем, чем это все. Их триггерные боли, то есть как в обычную. Нейро-клинический феномен. Почему он возникает? Он возникает как ассоциации рефлекторных путей, из-за ассоциации мышц, ноги миотома, ноги дернома. То есть вещей здесь более чем достаточно. Вот все, что перед этим, это вполне может быть отнесено и к треонетному феномену. Вот чтобы вам привести пример, я приведу вот такой вот, ну, к примеру. Есть там мускулюс термокластой деус. Грудина, грудина, грудина со стереном. В ней могут формировать участки из корей. Аференции рефлекторного аппарата. Триггерфор. Если вы помните анатомию, то термокластая деус, энергия из черепа. Десятого ассоциаций. Естественно, если формируется в ней триггер, то любые стимулы, например, механические, возникнут, нагружая воздействие на эту мышцу, будут продлиться только в сами мышцы. Но и где, и в месте, где, откуда идет энергоазм в черепе. Причем настолько, ну, скажем, широ на эти связи, что просто невозможно. Так известно, что формира триггера в стернах лида мастер-деус приводит к снижению страты зрения. Как и кае отражение триггерной точки в стернах лида мастер-деус. Наиболее часто это опоза на заслон. То есть, когда садись писать в вашу стернах лида мастер-деус, что делать? И притороны аппаратуруются. Итак, представьте себе, что, ну, к примеру, варенок в первом клубе пошел в воду. Через 2-3 месяца, нам интересно, ну, не важно сколько, он приходит и говорит, что мало. И что? Не вижу. Плохо. Если не надо сгон, он плохо и где? Вблизи. 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 И вижу, что? Знаете, что? Конечно, какая мама сразу же такая, ну, как кулакочка. Кулакулишь. Акцент. Посмотрим глазном. Посмотрим счетчером. И ничего, что не увидят. И он скажет такую фразу. Он скажет, вот у вас спазм коммонаций. Логично. Давайте-ка мы закапаем по тропинам. Ну, вот капали до недели. Или капали, и он обшел. В чушок. Вообще не смотрел. То есть, он отдохнул, мыши напрягались, все было хорошо. И с 2-3 недели, да, это не знаю, началась сексивная. Дома надо шпать. Пропустил же штамп. То есть, в книжку он говорит, что? Звой. На ночную смену. На ночную смену пошла ночная смена. И триггер, это так, я не шо сделал? Снова упал. И так справится, ну, там до 5-го класса, к примеру. В папоре лучше, ну, хуже, хуже, хуже. На коленном классе, видимо, нагрузка настолько возрастает. Уже капачал. На когда, тут уже надо экзамены сдавать, куда-то покупать, куда-то курсы делать, то-се. И мама говорит, ладно. Приводит он как доктор, доктор учитель. Ну, ладно, мама. Делает нечего. Давайте-ка нам шо выкатить. Очки. Означает. Значит, изменяется ростное растание на щадку. Изменяется структура самой щадки. Вырастет методические конусы, допустим, да, это, например, из-за того, что, кстати, конкретной ситуацией он был в 1-м классу, окулист с гостью может констатировать такое время кольцо, ну, или за рукость, или на настройстве. А все, то есть, триггер. А за то есть, все. И так причин может быть много-много. Вот триггерный феномен, это, ну, гадка в нем, но в то же время, в том числе и очень глубина. Надо помнить о кольке. Найти мы будем с вами изучать. Ну, вот, суть этого рука. Сокращается на длительное время. Когда ребенок книгу, его мышца что делает? Сокращается на длительное. Вот зона локальной иши. Почему поля? Посуды что сделали? Сжали все разжали. Смотрят книгу. Они иши при изменении металлолизма ранее. Очередь нарушает количество методов. Параш изменяется. Фермер, метахрон, ду-ду-ду-ду. Вот если на этом этапе делать биотерапию, структурных в этом участке вы не найдете. Если сделать химическую реакцию, продадора, он, можно. Вот чем Джулия Треол, чем она, что она сумеет, это... Поплатить. Ну, я не знаю. Поплатить. Благодарю, как финансовый вопрос, она сумеет доказать. И, правда, другие люди, она просто не может отучиться. Поскольку, что свела в Джулия Треол, известно и для нее. Но поскольку, просто, разные варианты, дерматологи, хирурги, физиотерапевты, то они по-разному называли. Невропатологи и так далее. Секает локальная ишемия. Может быть, нет. Вот это ставлено, зонная ишемия. Когда в первых этапах сопровождают не изма ткани, а в более мощных, поскольку длительная компрессия, да, приводит к иши, фибротизации, то есть, разваляется соединение, возникает, ну, и с установок возникает, и рубцы. Может быть, это все-таки сбавление, быстро сбавление, может быть, и декросс. Всего это хирургская. Тармахронические нагрузки, длительные, как правило, острых, каких-то там, посетительных заболеваний, нет. Это такая нервная ишемическая декорация. Возникает ссор, и вместе развивается дистрофия. И вот, поскольку эти вещи интересовались врачи-разные смыслы, ну, пропатуре, там, магнитных героев, то разному назвали. И вот в лекарствии написалось огромное количество называний одного левожен. И вот, поскольку тогда Джулия Троста стоит в план, сумел сказать, что эти все разные названия появляются одним и тем же патопологическим процессом. Какие на сегодняшний день известны, ну, андрейгерполь, триггерные точки. Как какие известны названия? Ну, Санарпостразит. Чудо-протек, да? Фиброзит, миофиброз, фиброгея, мергюлез, болезненные уплотнения, точечные ритматики, точки Вале, Корнелеса Мюллях очень по авторам. Причем, ну, скажем, вот Вале, в книжке они написаны, вот в учебе-подаврологии, описывают как патомоничные для ИСШАС. Но к ИСШАСу после ССССР никакого отношения эти точки Вале не имеют. Но вот в книжке по-наврологии по сей день пишут им все вещи. Я понимаю, Вале, он где-то 150 лет, понимаете? То есть он не читал работы, тревели, и, возможно, для него эти намного не повторяют эти вот ляпсы, которые в изобилии в учебнике по СССР, конечно, нонсенс. Но тем не менее, это все то же. Но после, она длительна и сна. На разных стадиях она справляется за разными клиническими проявлениями. Очень часто у врача, которые не знаком с понятием этих вещей, возникают совершенно разные заболения. Что с ними делать? Тригерный зон часто в форме цепных реакций, мышечных реакций. Потому что триггер, как правило, живет в мышцы. Почему мышцы живут? Потому что мышца наиндерированна, мышца стабильно, крепостнана, функционально активна. Хотя триггер над хвостом. Триггер может жить и позже. То есть, может быть, чаще всего мы соблюдем встречаться именно с лишними триггерами. Предействительную точку создаются когда цепляции с различными клиническими проявлениями. Ассоциация его им поможет проводить как по спинам, так и на каком уровне. О чем вы уже говорили. У триггерных зон, триггерных, то это не очень мягкое название. Правильная говорительная зона. Разрывы триггерных точек будет там от 1 копичный манин до 5 и гораздо больше. Вот у меня было больных, вот я помню на Астераптике, где все тело, верно из... Это настолько запущенная ситуация, была боль в детстве, причем прикосновение к любой части, нога, рука, ухо, все сложилось. Ну там еще и психика была. То есть... Это была крыша, я бы не знаю, болит здесь, в голове. Вот у него, у нас эта бабка болит в голове. То есть, при кремове тело называло катар вот этих реакций, причем все, но калийсно, лично много. Лечилось хоргофорта, беда, у нас тропедов, ну, и психиатр тоже. Но все же, у тренировых зон есть любимые места. Места – это правило, где имеется анально активная зона, верхний плечо-поясный, и там вместе одни мышечные прикрепления ски. Почему? Эти места любят тренировые зоны. Потому что в мышцах как кровооснодается, а в жире и кровооснодается как? Хуже, не очень. В этом месте мышца переходит в жире, возникает критическое кровообращение. Там обильный рецепарат, в жире, поэтому мышечные тренировые зоны пользуются, как правило, плечевой пояс шею, тазовый пояс, лопатки еще, заяние лопатки, шея, грудная клетка, плечевой, и тазовый пояс, ну, могут быть на верховье. Не обязательно, но чаще всего в этих местах. То есть, есть любимые прикрепления. Ну, вот буквально несколько таких картинок, вот, как может проявлять себя тренировые зоны. Итак, вот у нас есть икраноз, сон, сон, сон. Завелся в триках. Почему он завелся? Ну, то ли была не у него, то ли травма была, еще какая-то, это не важно. Мы про то, о том поговорим. Может, клинически проявляться боль в тазике. Может, проявляться только гоножные мышцы, и это может проявляться боль в поясине. То есть, проблема одна, но и разных больных будут рассказывать совершенно разные, что? Вещи, ситуации. у нас спецназа шпор, то будет для нас обмязит какой-нибудь, у него будет льба. К примеру, лестничная мышца. Мышца. Может проявляться боль в шее, боли в грудке, плече, кисти. То есть, проблема у всех больных может быть какой-то. Фигер один. Клинические проявления могут быть совершенно разные. Мы можем сказать, что лестничная мышца на месту ее она мышца, передняя, средняя, там еще и минимальная, есть четыре мышцы. И между ними проходит артерия, калекулярная вена, аксиальная сда, проходит нижний шейный ствол, сплетение чего-либо. Поэтому, зависит от вреда, участок, попал в эту тригерную точку, клинические мышцы могут быть совершенно разными проявлениями. И вегетативные, и со стороны цвета кожных покос, и со стороны данной системы, и так далее. То есть, клинические триджерные проявления триджерного зуба разнообразны. Ну, вот еще трапециевидность, допустим, трапециевидные мышцы, может быть боли в руке, может быть в плече, боли в ладу, может быть поработаться. Ну, это, у нас стоит, да, то есть, может быть, боль в глазу, боль в голове, боль в затылок, и, если мне, что, разрешало бы приводить боли к разным шокам, до стара, и все будут лечить заболевания, этого не все у него заболевания найдут, и скажут, что если на дистанции, пока вы не возникли, кстати, на этот дигер, не вы не даете его, эффекта, ну, может быть, и получено, это будет все. В следующем случае, интересная шкачка, тем она хороша, тем, что она располагается мезо-перенеально, то есть, трех сторон покрытых, брюшины находятся в шоке, так вот, триггер, в мышце, может давать боль в лестнице, может давать боль в ноге, и самое, самое драматичное, скажем так, когда эти проблемы, эти симптомы, сопровождаются и тонизмом, почему? Потому что триггер располагает поверхностно, рядом брюшина, и возникает явление перитонизма, и еще, на берега не наиболее справляется, когда написано, то больно будет, и все, ну, не остальные, но все это не берега, будет какой? Положительный. Поэтому, любой от роста, по колбому, можно всегда, ну, ряд других мышц, о которых мы, их таких, таких мышц много, клиническое значение имеет около двух десятков, в процессе наших занятий будет, ну, стараться будем мышцами работать, за то занятие, за то, поверьте, мысла нет, и это невозможно, но, наши мышцы этим будут работать. Итак, мои дорогие,